Добрый день, уважаемые дамы и господа, с вами Владимир Добров. Сегодня, к вашему вниманию, интереснейшая партия, которую сыграл один из самых талантливых шахматистов мира, Феруджа, на турнире с Калинковым. Во втором дне соревнований случилась очень интересная партия. В обзоре я отмечал другие партии, однако эту партию решил специально для вас, отдельным, как говорится, выпуском. Итак, Феруджа играл черными против Антона Гехаро, и мы говорим сегодня о стратегистской защите. В стратегистской защиту входит репертуар очень многих топовых шахматистов, глубокая стратегическая линия, и чем мне понравилась именно эта партия, то что я обнаружил определенные сходства с классикой. И сегодня об этой классике мы в том числе поговорим. Итак, Антон разыграл следующую систему, H3, слуги 3, система Макагонова называется. Ну и вот сегодня поглядим. Вообще обычно H3 и F3 ходы не сочетаются, более того, в такой ситуации кажется, что все черные поля сразу же прорубаются. И вот ходом конь H5, Феруджа, в общем-то, сразу же пытается занять эти поля. Конь Е2, аркировка, Ферзь Д2, Ф5, Еф, классическая, в общем-то, идея, Еф, Жф, Ж4. То есть это все классическим образом. Белый играет, проводит план по прорезанию позиций. Однако, как мы знаем, в таких случаях, стратегический слон, главное его оживить. То есть главная задача в таких позициях, именно оживление слона. На коротких контролях особенно это чувствуется. Короткая, длинная аркировка, прошу прощения, последовала. Ну и после конь D3, король B1. Черных, есть определенные вопросы, потому что дальнейшее движение нужно каким-то образом организовывать. То есть у белых план гораздо проще. То есть белые сейчас могут сыграть как слон G5, так и в какой-то момент отойти конем с Е2. То есть начать вопросы черным коням задавать. То есть сыграл Ф4, Фер уже. Слон бед С5. Ход, который, казалось бы, самый логичный, однако ход, который позволил черным провести именно то, о чем я сегодня с вами и буду говорить. Может быть, вполне осмотрительным был ход слон G1. То есть, однако после Е4 возникала как раз-таки тоже стандартная игра для таких ситуаций, где черные начинают выкручивать, как говорится, все, что можно. ФЕ, Ф3 и начинается сложнейшая борьба. Ну, сыграл слон С5, конь С5. И вроде как логично B4. То есть таким образом белые готовы ворваться на поле Е4 и захватить все потом поля, все белые поля, оставив чернопольного слона полой, в полном пассиве, на заперте. И вот стандартная для таких ситуаций идея. Идея подкрутить Е4. Е4. Брависину. Жертва фигуры. Жертва фигуры ради вот этого вот слона. Итак, слон на большой диагонали теперь себя чувствует прекрасно. Ферзь С2 и черный спокойно играет в ДЦ. Ну, как говорится, часто в таких ситуациях мы можем включить компьютер, он нам покажет плюс 3, и как бы мы рассмотреть дальше ничего не будем. Однако компенсация носит длительный характер, так как у белых есть определенные вопросы еще с координацией фигур. И большая диагональ здесь, конечно, имеет роль достаточно серьезную. У черных есть идея по вскрытию королевского ферзя у фланга, уже можно сказать королевского фланга, потому что король стоит на B1. В то время как белые пока не могут позволить себе движение на другом фланге. То есть черный таким образом образует определенную такую вот компенсацию на длительного периода, длительного характера. Конь Е4. С6. Потрясающий ход, который отключает ферзя помимо того, что еще он создает ситуацию в центре. Итак, Антон вроде укреплялся. Конь С3. Самый логичный ход. Ферзь вышел на А5. Последовал тоже логичный ход слону Д3. Белым надо как-то развиваться. Неспешный ход ладья Б8. Компенсация, опять-таки, говорю, то есть она сохраняется. И белым на самом деле не так-то просто делать ходы. Потому что надо как-то укрепляться, следить в то же время за ходом Б5, который уже, по сути дела, на поиске ферзь Б3. Ферзь Б3. Король он А8. Полезный профилактический ход. ДЦ. И Феруджа продолжает подкручивать. Играет слон Е6. Потрясающая идея. Опять-таки, оставляет под боем абсолютно все. Представляю ситуацию. Антон наверняка здесь уже начал обалдевать. Как говорится, в такой ситуации крайне сложно совладать с эмоциями. Потому что, казалось бы, у тебя все лишнее. Но на тебя напирают просто как танк. Как танк придет. Феруджа. Ферзь Б3. Ферзь А3. И максимальным образом подготавливает дальнейшие движения. Убирает слона на животе. Возможно, было бы еще что-то сильнее. Однако, после хода слона С2, Феруджа продолжил совершенно безумную игру. Б5. Классный ход. Опять-таки, вскрывающий короля белых. ЦБ ходить надо. И следует А6. То есть, как в каких-то беноне в волжских мотивах. И вот эти два слона, два красавца. Посмотрите, какую активность исполняют. То есть, вместе с ладьей на Б8. Лишняя фигура совсем не чувствуется. Играет Антон достаточно логично. Ферзь Б6. Последует ход Ладья А8. Ферзь С6. Следовало попробовать сыграть в Б6. Потому что Ферзь С6, по сути дела, явилась решающей ошибкой. Но после хода Б6 сложно представить, что после хода Ладья Б8 у белых есть какой-то ход Король С1. Ну, это какая-то фантастика. Ну, такое не поднимешь за доской. Поэтому сыграл по-человечески Антон Ферзь С6. Однако, здесь уже черные могли доносить красивейшую тактику, связанную с ходом слонбит А2. Но и хода Ферзь А5 оказалось более чем достаточно. Ферзь А5. Подключение Ферзя. То есть, Ферзь готов ворваться через Б4. Грозит взятие на С3. Грозит взятие пешки А2. То есть, грозит абсолютно все. И белый беспомощный. Сыграл А4 Антон. Но после шаха и шаха последовал еще один шах разделочный. И такое вот настоящее безумие. Вот такую вот партию провел Ферзь. Ферзь, я считаю, блестящую партию. Отмечу ряд, целый ряд активных классных ходов по развитию инициативы. Один из лучших, наверное, примеров за последнее время. Ну, а классика, которая навеяла на все. Это была знаменитая партия. Виктор Давыдович Купричик. Настоящие легенды шахмат мирового классика. Она тоже была разыграна, но уже в другом дебюте. В другом варианте. В смысле, варианте Авербаха. Однако, схожесть определенная была. Определенным образом. Сейчас я вам покажу. Тоже здесь некоторые моменты. Когда Георгий Акзамов, тоже очень сильный шахматист, пошел в атаку. Компьютер здесь, конечно, оценивает позицию в пользу белых. На самом деле, позиция уже давным-давно за пределами человеческого разума. Ф5. Вот казалось, эта позиция у белых с огромным перевесом. Однако, вот началась вот эта вот совершенно дикая борьба Виктора Давыдовича. Б5. Одна из лучших тактиков мира. Могу легко это сказать. И если вы хотите научиться играть сторонников, прежде всего, смотрите партии. Помимо партии Бронштейна, Гуфель 3 и остальных сильных топовых шахматистов, это, конечно, Виктор Куприч. В СБ, А6, люди, обратите внимание, похожие все идеи. То есть, все это когда-то уже встречалось. В B4, АБ, ВС, В4. Я не буду сейчас долго останавливаться. Просто смотрите и наслаждайтесь. Конь Б1. Ладья ВитА2. Слон С4. Спокойно ладья А5. И на С6. Вот это самая, наверное, потрясающая партия, которую можно было вообще когда-нибудь увидеть в Строиндике. Кстати, на эту тему были написаны определенные статьи. Особенно об этой партии. Наверное, самая лучшая партия, демонстрирующая все возможности Строиндейки. Особенно сила вот этого чернопольного слона. В этой позиции совершенно неподъемный. Даже особенно компьютер ничего не понимает. Виктор Куприч их сделал. Вот Ферзь Баусик, который, по сути дела, решил в ходу борьбы. Мощнейший ход, который, ну, совершенно нелегко понять. В чем тут соль. Но на самом деле Ферзь подключается к атаке Б3. И после ЦД Ферзь ворвался на Б4. И выяснилось, что белый просто на просто беззащитной ладья Д2. И открылся чернопольный слой. Вот такая потрясающая совершенно по накалу партия возникла. Она требует, конечно, отдельного внимания. То есть, конечно, как можно больше внимания таких партий. Таких партий вообще вам надо изучать для того, чтобы понимать вообще происходящее. Ну вот, вот так вот Виктор Давыдович разгромил очень сильного шахматиста. Ну и, в общем-то, надеюсь, вам понравилось. Итак, уважаемые друзья, подписывайтесь на канал, изучайте Строиндийку, ставьте лайки. И, чтобы нам было хорошо, и вам было хорошо. Ну, в общем, как-то так. Желаю всем успеха. Попробуйте повторить. Может быть, кому-то понравилась первая партия, кому-то вторая. Пишите комментарии. У вас с вами был Владимир Добров. Я прощаюсь с вами. До новых встреч. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин